МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 135 казахстанцев, прибывших с Объединенных Арабских Эмиратов, сейчас находятся в городах Талдокурган и Текили на карантине. Почему же местом карантина выбран именно край ЖТСУ, мы узнаем сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях заместитель руководителя управления здравоохранения Алматинской области Ни Азбеков Мирзах Абелович. Добрый день. Хочу напомнить нашим телезрителям. Телефон прямого эфира 400109, код города 87282. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому вы можете отправить свои вопросы нашему гостю. Вот скажите, пожалуйста, почему местом карантина выбран именно Талдокурган и Текили? Знаете, я не могу на этот вопрос ответить, потому что это было решение сверху. Это раз. Второе. По прибытии, значит, поступивший приказ нам, мы уже не имеем права обсуждать, мы только работаем. Знаете, что медработники это та служба, которая работает круглосуточно, независимо от обстоятельств. Поэтому был приказ, поступил приказ, и мы его отработали. Ну, как встретили? Потому что у людей есть волнение, люди прибыли с эмиратов, среди которых, возможно, есть больные. Разные слухи ходят среди народа, поэтому мы хотим развеять эти слухи, и чтобы вы конкретно рассказали, что за люди, есть ли среди них больные, может быть, заболевшие до этого и так далее. Значит, прибыли граждане нашей страны в количестве 135 человек. Все они были обследованы, и у всех отрицательный результат на COVID-19. Поэтому волноваться и переживать об этом не стоит. Второе. По постановлению главного санитарного врача в 32-м, они будут находиться два дня у нас в карантинном госпитале, после чего они будут доставлены по месту жительства. То есть они здесь находиться не будут. Более того, по негласной информации, они все находились в домашнем карантине более месяца у себя. Поэтому там, в Эмиратах, законы намного жестче, строже говорят, и они штрафуются очень сильными штрафами большими. Поэтому волноваться, я думаю, нашим гражданам не о чем. На сегодняшний день они себя чувствуют хорошо, размещены в двух местах, вот как вы сказали. Поэтому сегодня-завтра они будут доставлены по домам. Уже по домам разъедутся. Скажите, пожалуйста, мы видели видео, которое сняла сама прибывшая оттуда девушка, где показывает, какие профилактические мероприятия проводились и в аэропорту, и в гостинице. И у людей возникло сомнение, увидев вот эту тряпку и ведро, которой вытирали багаж прибывших гостей. Но немного недоверия у людей к этим мерам. Во-первых, при встрече наших граждан было организовано четко. Встречали несколько служб, в том числе наша СЭС-служба санэпидстанции, национальный центр экспертиз службы, наше управление здравоохранения и другие смежные службы. При встрече в аэропорту, их багаж был дезинфицирован работниками Национального центра экспертиз Республиканского РГП. Для этого есть пульверизаторы, дезрастворы, и они полностью там были обеззаражены. После этого, когда они уже доставлены были в гостиницу, и в гостиницу при входе еще раз повторно не были обработаны. И, скорее всего, этот сюжет, который она показывает, либо это ее ручная кладь была, хотели ее обтереть, видимо, от дезраствора, средства и так далее. Ну, я думаю, это, наверное, немножко неэтично было с ее стороны. Ну, в плане того, что она же говорит, была довольна, приятно удивлена, что так их встречает и так далее. Значит, при высадке в каждом были выделены маски, встречали все наши медработники в средствах индивидуальной защиты, все меры предосторожности были соблюдены. Личным участником встречи я был во главе с моим руководителем, и я, мы вдвоем были на этой встрече. То есть, контроль за этим действием был полный. Прибытие, значит, осуществлялось под контролем двух заместителей Акимов области, которые осуществляли общий контроль по прибытии наших граждан. Вот уже поступают вопросы, вот телезритель пишет, говорит, подготовились хорошо, встретили отлично, но почему не подготовились гостиницы? Она, видимо, тоже увидела это видео, пишет, почему не подготовились гостиницы, у них нормальных средств защиты не было. До этого, вот с гостиницами, куда вот расселяли прибывших? То есть, неправильно, наверное, сказано, потому что все средства защиты, которые должны были экипированы, все участники, они были одеты в средства индивидуальной защиты, это одноразовые костюмы, многоразовые костюмы, респираторы, очки, перчатки, сапоги и так далее. Во-вторых, работники гостиницы тоже самое, в эту же экипировку были одеты. Ну, наверное, гостиница или кто там не были, впервые это было встреча, поэтому, наверное, вот с этим ведром немножко и вышел инцидент такой непонятный. Ну, в целом, организация была очень сильно отработана и была отмечена даже нашими сотрудниками, СЭС, Центр экспертизы, противочумные наши станции и так далее. Все они принимали участие. Сегодня сложилось такое обстоятельство, что медиков семья как будто отправляют на войну. И это один случай, когда прибыл самолет, больше всего волновались за медиков. Как они защищены? Наши все медицинские работники оснащены всеми средствами индивидуальной защиты, обучены, инструктированы. Ну, скажем так, будучи руководителем медицинских наших организаций, мы сами заинтересованы, чтобы наши медработники были в первую очередь защищены. Во-вторых, сейчас на сегодняшний день у нас в достаточном количестве все средства индивидуальной защиты. Более того, сейчас у нас еженедельно меняются наши требования, ужесточаются, то есть усиляются. И это же впервые, как бы, да, пандемия в мире таком образом развернулась. Поэтому наши медработники и ученые следят за этим и подробнейшим образом нас инструктируют, рассказывают, как мы должны себя вести. Более того, у нас расширились свои требования к различным заболеваниям и при выявлении нашего коронавируса. Все средства защиты хватает. Например, что входит, например, в перечень? Что должен иметь врач? Врач, лечащий врач, который находится в провизорном, инфекционном и карантинном отделениях, госпиталях, они полностью экипированы. Значит, средства индивидуальной защиты входят туда одноразовый костюм или многоразовый костюм, респиратор, очки, сапоги, перчатки, санитайзеры, всякие растворы, средства, которые мы обрабатываем различные части нашего тела, то есть руки, ну и различные средства в достаточном количестве, которые у нас есть. Их хватает? Достаточно у нас. Скажите, пожалуйста, теперь давайте о надбавках, жалованию медицинских работников, задействовании противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусом. Кто сколько получит? Об этом вот нам задают и телезрители, спрашивают, какие деньги получат медики именно в это сложное время. Есть, например, категории очень высокого риска, высокого риска, среднего риска. Кто к этой категории относится? Для этого есть у нас приказ, спущенный сверху и озвученный нашим президентом Республики Казахстан, Тухаевом. Здесь разбиты на три группы. Это первая группа высокая, очень высокая группа, вторая высокая и третья средняя. И первая группа это 20 минимальных заработных плат, вторая группа 10 минимальных заработных плат, и третья группа это 5 минимальных заработных плат. Сейчас, на сегодняшний день, все эти надбавки у нас выплачены. Я вам даже озвучу, всем задействованным в этом мероприятии, которые были задействованы непосредственно в лечении, выявлении и так далее медицинских работников. На сегодняшний день это 1448 наших медработников, которым выплачено 106 миллионов тенге. И я даже вам разобью по группам, значит, наши врачи получили 18,5 миллионов, средние медработники 54 миллиона 779 и младший медперсонал 26 миллионов и прочие 7 миллионов. Прочие это имеется ввиду, вспомогательные это наши другие службы. А как вы видите по этой статистике, средний мед наш персонал, медицинские средства получили кратно больше, чем, например, наши врачи, согласно нашего штатного расписания. Теперь по выплате надбавок, которые пришлось с республиканского бюджета и дополнительно Аким области из резерва премировал наших медицинских работников в размере 137 миллионов. Это около 1050 человек, в том числе работники скорой помощи, блокпостов, инфекционных наших отделений, которые принимали активное участие. И хочу отметить, что были здесь премированы и надбавку, которую мы выдали, не руководство наших медицинских организаций, а именно те медработники, которые непосредственно участвовали в оказании медицинской помощи. И это одноразовая выплата? Или если продолжится и дальше карантин, срок карантина, дальше будут выплачивать? Надбавка будет действовать три месяца на сегодняшний день, как озвучено президентом нашей страны. Премирование наших медработников от имени местного исполнительного органа Акима Алматинского области из резервов пока однократно. Пока однократно. Скажите, пожалуйста, вообще, как обстоят дела с заболевшими с коронавирусом в Алматинской области? Радует то, что среди них есть выздоровевшие, которые уже даже и выписались из больницы. На сегодня вы знаете, что по статистике 21 пациент у нас находится, в том числе один грудной ребенок, который мы вчера выявили. Из 21 человека у нас уже 4 человека выздоровели. Их мы выписали. Трех человек буквально мы сегодня выписали. Одного, самого первого заболевшего мы выписали на прошлой неделе. В итоге у нас сегодня находится 16 человек на статус лечения. У всех состояние, скажем, под контролем. Из них у 9 пациентов состояние средней тяжести, у остальных относительно удовлетворительное. Однако спада нет. Есть только рост. Ну, в данный момент... Может, мы что-то делаем не так? Что значит делаем не так? Может, какие-то защитные мероприятия не очень такие строгие и сильные? Вы знаете, все мероприятия, которые на сегодняшний день сделаны, они очень даже продуманы. Такие, как карантин, блокпосты, такие мероприятия, как домашний карантин и так далее. И даже ВОЗ отметил, что Казахстан очень хорошо подготовился к этому. И такой вспышки, как в других странах, у нас нет. У нас идет стабильно, но ежедневно выявляется по минимуму по сравнению с другими странами. Поэтому те мероприятия, которые у нас сейчас проводятся, они все продуманы, они тщательно разработаны. И на сегодняшний день они работают. И это успокаивает или настораживает? Иногда это бывает как бы перед бурей такое спокойствие. Медработники, мы всегда стоим на страже. И слово успокоение у нас такого не бывает. И поэтому мы всегда 24 часа в сутки работаем на страже, смотрим, анализируем. Наши медработники 24 часа стоят в сутки и на блокпостах, осуществляют лечение. То есть даже в этих инфекционных отделениях и провизорных у нас врачи самоотверженно работают. Они по правилам, они как-то и туда заходят на лечение. И 14 дней они непосредственно с нашими пациентами. Для них у нас созданы условия. Местными сплотними округами, это Кимом области, дано распоряжение, чтобы для них были условия созданы. Давайте, а нет, чуть позже, есть телефонный звонок, ответим телезрителю. Задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. 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 Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос, 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 мы вас слушаем. Таких вопросов, между прочим, очень много. Что в аптеках, в отдаленных районах нет лекарств. Как это контролируется? В аптеках лекарства, это частные аптеки, они, значит, для них блокпосты открыты, то есть для них всегда зеленый коридор, это лекарства, это лечебная часть, это продовольствие и так далее. Поэтому, я думаю, эти вопросы, наверное, отрабатываются теми частными структурами. И сегодняшний день, если у нас фармконтроль, который у нас находится совместно с СССР, как и БТУ, а в наших медицинских организациях достаточном количестве есть запас лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и так далее. Поэтому мы готовы на сегодняшний день для встречи и лечения наших пациентов. Мы готовы на сегодняшний день для встречи и лечения наших пациентов. Мы готовы на сегодняшний день для встречи и лечения наших пациентов. Да, можно своими руками шить себе маски. Вот еще вопрос телезрителей пишут. Наши родственники смогли заехать в Алматы и как это работает блокпост, говорят, вокруг Алматы? Что если заехали, тоже контроль какой-нибудь ведется? На блокпостах, санитарных постах. Нет, это говорит про Алматы. На блокпостах, санитарных постах. Давайте об этом чуть позже. Есть телефонный звонок, ответим. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Саламат Сырмас. Саламат Сырмас. Саламат Сырмас. Саламат Сырмас. Вот, мне добрый. Сырмас. Да. Вы, вот, Каравлатан, сегодня, после обеда, Талдыка, Крамаэтовы, со справкой на работу. Что говорят? Со справкой не можем на этот город заехать. Джок, не себе. Город закрыли на карантине? Что сейчас происходит? В средствах массовой информации везде объявлено, что карантин ужесточился, поэтому те люди, которые проживают в городе Толкурган, они будут допущены. Те предприятия, которые используют люди, которые у них работают, иногородние, должны быть обеспечены общежитием в этом городе, где они работают, и либо жильем. Поэтому все были оповещены заранее, и у вас было время для того, чтобы ваше руководство решило ваш вопрос с жильем. Это так же, как и в городе Алматы. В Алматы в самом начале такой же был ажиотаж. Очень много медицинских работников, работающих в городе Алматы, проживало в области. После того, когда был введен жесткий карантин, меры приняты были, они все были обеспечены жильем, и в городе Алматы общежитие, жилье, гостиницы для него были сняты. Таким образом они решили вопрос. Вопрос прохода в город Алматы через блокпост. Если человек проживает в городе Алматы, однократно его запускают в город. И обратно он уже не имеет права выходить, и его не выпустят. Видимо, скорее всего, это был житель города Алматы, поэтому его и пропустили. Предыдущий вопрос. Пропустили. Как дальше будут продолжаться меры? Ну, продлили карантин до конца апреля. Какие дальнейшие действия вот именно в сфере здравоохранения? Наши дальнейшие действия будут проводиться профилактические мероприятия, выявление среди нашего населения заболевших. Тоже давайте мы об этом чуть позже скажем. Есть телефонный звонок, на линии ждет человек. Задавайте свой вопрос. Алло, мне, мне, ну, на коротвор районной, кризисовассы станции на украинске хозяйственном, кризисовасе. Бегов, мы, бас адмалов, мы, ну, мы бас адмалов, мы, ну, на, бас адмалов, мы, жопы, чтоб, ол, мент, кризисовет. Мы не являемся контролирующим органом для того, чтобы пускать кого-то или не пускать. Поэтому это решается департаментом внутренних дел. Скажите, о дальнейших действиях до конца программы остается мало. Как будем дальше действовать? Сейчас очень большая работа проводится Министерством здравоохранения, нами на местах, выявление всех случаев пневмонии, ОРВИ длительно текущих. Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться, если у вас идет длительное, вяло текущий, длительное ОРВИ, кашель, признаки воспаления, одышка и все признаки вашего ОРВИ, пожалуйста, прошу вас обратиться в вашу поликлинику по месту жительства. У вас будут дополнительно взяты анализы на коронавирус. Ну, лучше, наверное, позвонить, скорую вызвать? Либо скорую, либо обратиться в поликлинику по месту жительства. По месту жительства. А поликлиники работают все специалисты? В поликлиниках есть у нас для этого, значит, для температурящих и с признаками ОРВИ фильтра, отдельный вход, где они принимают таких пациентов и при выявлении какого-то подозрения, значит, госпитализируются в ближайшее медицинское учреждение. Мы благодарим вас за время, что уделили для нашей программы и для наших телезрителей. Дорогие телезрители, мы встретимся завтра в 16.00 на телеканале ЖТСУ в программе «Сегодня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин